Следующий вопрос. Говорит, если хозяин помещения скажет, живи в этом помещении твою жизнь. Живи в ней твою жизнь. Говорит обу Мухаммад ибн Кудаму в своей книге Аль-Мухни. Это если человеку скажет, скажет, это помещение, живи в нем твою жизнь, а у скунга Аль-Мухни и тому подобные фразы. То это не является принуждающим договором. Почему? Потому что это подарок лишь полезных свойств. То есть имеется ввиду, дом не переходит во владение того человека полностью. Говорит, воль манафио ибн Матустофа вибулы из заман шеян ха шеян. Имеется ввиду то, что хозяин может забрать это здание когда угодно. То есть не обязан ждать, пока человек скончается. Почему? Потому что, говорит, полезные свойства, человек пользуется ими во времени шеян ха шеян. Поэтому, говорит, этот договор не является принуждающим, кроме как относительно тех дней, в которые сейчас человек живет. То есть не обязательно ждать до смерти. Почему? Потому что он не сказал, пока ты жив, и не сказал, до твоей смерти. А как сказал? Это здание тебе, твою жизнь. Это здание тебе, твою жизнь. Как это понять? То есть жизнь это что такое? Говорит, день за днем, день за днем. Поэтому человек может забрать этот дом обратно, в любой день. Понятно или нет? Не обязательно ждать смерти. Говорит, поэтому этот договор не является принуждающим, кроме как в чем, кроме как относительно тех дней, в которые уже человек прожил и живет. Говорит, и Музкин, то есть тот, который передал это помещение для жизни второму, может вернуться от этого договора, когда захочет. То есть может вернуться от этого здания обратно, когда пожелает. Имеется в виду, это ограничивается опять каким ограничением? Если это не наносит существенный вред тому, кто живет в помещении. Не может, когда угодно ему выгнать так, что это может принести ему вред. Понятно или нет? То есть ему необходимо дать время найти новое здание, новое помещение, в которое бы он поехал, в которое бы переселился, и только потом забирать это помещение. А так, чтобы в любой момент пришел и говоришь, давай выходи, такого не пойдет. А так вообще да. А так вообще в любой момент можешь забрать, в смысле нет такого, что он должен ждать до смерти. Говорит, Никакой бы из двоих не скончался, так договор прекращается в любом случае. Говорит, и этого мнения придерживалась целая группа ученых, обладателей фетвы, а также большинство ученых. Из них Так и второе мнение в этом вопросе, это мнение Хасана Басри, а также Ата, а также Патады, которые сказали, это Умра, то есть вот такая фраза, Супна Гадака Умурак, так живи в нем твою жизнь, это говорит подобно Умри, так что человеку остается и его потомство. Ляна фимаанал Умра, потому что это похоже на Умру. Фаязбуту фигмислю хукмиха, поэтому относительно это устанавливаются такие же постановления. Ужиба бямнал Умра гиба лиррахаба, так, ухази ибахатул манафиа, говорит, но было разъяснено, что Умра это нечто, Это немного другое, потому что во время Умры передается сам предмет на полное владение, пока человек не умрел. А это лишь пользование манафиа, то есть полезными последствиями. Танбей говорит примечание Говорит примечание Рукба, ее постановления такие же, как у Умры. Если она будет мукаяда, то есть если она будет ограничена жизнью, То же самое возвращается к ему первому хозяину. И Рукба считал недействительным имам Малик, а также Абу Ханифа, и нет у них на это никакого довода. То есть они говорили, что Умра, да, может вернуться к ему хозяину обратно. А вот Рукба, точнее, нет. Значит, что у нас получилось в этом вопросе? Здесь, брат, что называется, игра слов. Если человек скажет, живи в этом доме, пока ты не скончаешься, пока ты жив, То он не может забрать это помещение, это помещение так в любой момент. Но он должен ждать, пока человек не скончается. Если же он скажет, это помещение тебе, твою жизнь, то есть живи в нем, То здесь человек может забрать когда угодно, не обязан ждать именно смерти. Потому что жизнь человека идет, скажем, в нем это называется жизнью. Это не шелло, поняли. Далее. Субтитры сделал DimaTorzok